Слава Украине! Привет всем от Полонского! Индия прокидывает Россию. Я вам только рассказывал, как Индия бесплатно получала российской нефти, уплатив им своими этими рупиями, которые рашистам теперь некуда девать, потому что товары в Индии они закупить не могут, в том количестве, в котором им нужно. Это первый момент. За нефть мы уже, как говорится, говорили, и проговорили, и переживали. И второй, самый главный момент по сотрудничеству Индии, которая была с Россией, и это действительно было, это оружие. Индия покупала у России гору оружия, разных номенклатур, это и авиации, это и танки, то есть это и снаряды, и так далее, все что угодно. Но всему приходит конец, и вот этому сотрудничеству, как заявили в индийском правительстве, тоже пришел конец. И конец пришел по нескольким причинам. Но прежде всего индусы назвали невозможность неумения и невозможность России выдержать сроки поставки товара, так сказать. Те же С-400 комплексы, которые должны были поставить еще в 22-м году, они до сих пор поставляют. Нет их, да. То есть ничего с этим сделать не могут расисты, у них у самих не хватает техники, на фронте все сжигается моментально, все исчезает. Танки, самолеты, С-400, С-300, все это разбивается в хлам. Соответственно, своим партнерам, так сказать, которым они должны были поставить эту всю технику, они не могут ничего поставить, потому что самим не хватает. Вот и все. То есть они не выдерживают сроки. Второй момент, это, конечно же, качество этого всего. Ну, любая страна, которая покупала у России оружие, вот, за эти последние два года, просто с ужасом смотрела, какой хлам они купили, да. Посмотрите, что произошло с российскими ВВС. А что произошло с российским флотом? Где он там, кстати? Алло, Черноморский флот, ты где, а? Спрятался? Под шпонкой, под шпонкой. Или как она там называется, да? Нет Черноморского флота. Исчез в тумане, да. Вот. Посмотрите, что творится с их броневиками на фронте, с их танками, с этим всем. Срок жизни которых там при встрече с дроном равняется секундам. Тоже раньше хоть танк успевал выехать на позицию, там пульнуть пару раз. Теперь его сжигают. Он еще не доехал на нее. Все это видят партнеры. Они видят, что российское оружие банально отсталое. Банально устаревшее. Банально и морально устаревшее. Вот сейчас расисты на коленях умоляли Индию купить у них вертолеты Камова. Умоляли Индию купить у них самолеты сухой. Индусы покрутили у виска, сказали, ну что, похоже на сумасшедших. Или вы нам отдадите это все бесплатно. Таким бесплатно, оно же опасное для своих собственных летчиков. Короче говоря, отказались. В результате Индия расширяет... А вот тут подходим к самым интересным. В результате Индия расширяет сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Правильно. Они покупают... Они сейчас закупают у них... Переходят к закупке у них авиации. Переходят... Им нужны американские, в частности, двигатели для самолетов. Видимо, будут делать какую-то совместную разработку или будут какую-то американские. Может тот же F-16 или F-15 будут клепать по лицензии. Трудно. Стоят на двигателе. Им нужны американские. Российским подводным лодкам, которые вот совсем недавно еще как бы были на слуху, сейчас все, уже ничего не будет. Значит, индусы будут... Индусы решили покупать технологии и строить подлодки сами. А технологии будут французскими, итальянскими, испанскими. Все. Bye-bye. Russia good bye. И таким вот образом практически... Да. А вот они сейчас строят авианосец. Опять-таки новейший. И самолеты для этого авианосца будут куплены правильно. О Франции. Потому что они просто банально на голову лучше любого сухого. Может, авионика и не лучше. Но это сейчас не имеет значения. Сейчас имеет значение электроника и вооружение. А вот это на голову. Просто на две головы лучше. Точнее и так далее. Это все показала война в Украине, где Россия показала себя абсолютно ничтожной. Ну, понятно, что... Ну, как ничтожной? Они берут за счет тупой силы и готовности пожертвовать с десятками, если не сотнями тысяч жизней солдатов. Да, то есть офицеров, там, всех кого угодно. То есть для них человеческая жизнь ничего не стоит. А потеря танка? Ну, под тысячу десять наклепаем. Ну, как-нибудь еще двадцать. А все же это со стороны видят, что сожгли один, два, десять, пятнадцать, двадцать, пятьдесят тысяч, две тысячи, пять тысяч, шесть тысяч танков сожгли. Вы думаете, это никто не видит? Все это прекрасно, все прекрасно видят. И такая армия... То есть, смотрите, единственный подход, который может быть у тебя, если ты владеешь российским оружием, это только один. Это, значит, быть готовым к массовому уничтожению твоих солдат, на твоей бронетехнике, в твоих самолетах, с тем, чтобы новые налетели и новые, как говорится, переломали. То есть, ты должен быть готов вложить сотни тысяч трупов. Индусы не готовы, как россияне. Они говорят, не, нам такое не надо, хотя население у них там на порядок, да больше, чем на порядок. На России там сколько там, 70-90 миллионов, да, а в Индии полтора миллиарда. Но они не готовы своими жертвовать и так своих солдат ноги вытирать, как это делает Путин. Вот и все, собственно говоря. Поэтому сейчас сотрудничество переносится с Западом. И еще один момент очень важный. Индусы не хотят раздражать американцев, просто потому, что вот эти все фирмочки, у которых они покупали раньше, которые подвязались на российском рынке, типа Сухой, Камов и так далее, они все под санкциями. Соответственно, любая индийская структура, которая будет покупать вот у этих подсанкционных шмындриков какие-либо товары, автоматически тоже попадет под санкции. Под санкции. Об этом Индия была предупреждена. А оно ей надо. Оно ей, конечно же, не надо. Они с Россией взяли и попрощались.